Дорогие друзья, сегодня делаем наполеон. Для теста нам понадобится 3 столовые ложки молока, 3 столовые ложки сметаны и 3 столовые ложки сливочного масла, пол пачечки разрыхлителя и муки сколько возьмет. Для крема молочка стакан, 2 столовые ложки сахара и 1 столовая ложка кукурузного крахмала. Этот крем будет завариться без яиц, потому что он не перекипает хорошо, а его будут кушать маленькие детки, чтобы это не повредило их здоровье. Натертое охлажденное масло мы растираем с мукой, в муку предварительно добавили разрыхлитель и щепоточку соли. И затем уже добавляете сметану и молочко, может не все пойдет или муки больше, чтобы было плотненькое тесто. Смотрите друзья, тесто у нас скаталось в колбасочку, нарезали на кусочки порционные, прям как на вареники, на пирожочки вы нарезаете. Тонко раскатываем скалочкой, края я не обрезаю, они испекутся, я потом их выровняю кремом. И выпекаем в духовке. Смотрите друзья, пока коржики выпекаются, все вот уже первая партия хрустящие, такие классные. Мы поставили молочко закипать для заварного крема. Крахмал с сахаром нужно очень тщательно перемешать, вот пока они в сухом виде, чтобы не было комочков. И сюда же долить немножечко молока, растворить, чтобы такую полужидкую массу вливать в кипящее молоко. Затем снимем с плиты и добавим масло. Так, смотрите друзья, кремчик заварился, такой киселек получился. Нужно все время помешивать венчиком желательно, чтобы не было комочков и чтобы он не подгорел. Я его сняла вот таким, полужидким, не уваривала сильно густо. Во-первых, он остынет, во-вторых, мы еще с маслом будем взбивать, чтобы крем все-таки пропитал коржи, а не лежал отдельно между коржиками. Добавляем масло, полностью остужаем и хорошенько миксером взбиваем. Смотрите друзья, из этой пропорции у нас получилось 15 коржиков. Один такой надломанный на крошку пойдет, или вот этот подгорелый, он хорошо крошится. Немного орехов для обсыпки, крошечки, крем готовый, перемазываем тортик. Смотрите, на донышко тарелки мы обязательно вкладываем крем. Во-первых, чтобы тортик не ездил, он же сухой, легко с тарелочки у вас соскользнет, не дай бог. Крем ложим щедро, размазывать не обязательно, так уж прямо тщательно, потому что вы прикладываете сверху коржик, и крем растекается под низом. И так до верха. Так, собрали тортики с половиной коржей. Половина коржей останутся у нас на потом, они могут неделю-две спокойно полежать и подождать. Еще один крем, чтобы мы заварили. Готовые крема хорошие я выложу вам ссылочки в описании, смотрите внимательно под видео. Дальше кремом заполняем бока тортика, они тут немножко пустоватые. И засыпаем рубленными орехами, или молотыми с крошечкой, или просто крошечкой, или кокосовой стружкой, как уже вам захочется. Вот какая красота получилась, друзья, у нас. На несколько часов в холодильник для пропитки отправляем тортик. Если вы большие сладкоежки, добавляйте в крем и в тесто по ложечке 2 сгущенного молока. Мы не делали его слишком сладким. Все, всем приятного аппетита!